В прошлом году тайна усадьбы проходила на территории усадьбы Скорняково. Тогда это было в новинку, это был новый проект, и Чита Ярославиных только-только его выпустила и защитилась, они получили даже какую-то премию по поводу этого мероприятия. И тогда еще музей-усадьбы Семенова-Тиншанского существовал как предприятие Чеплогинского района, и только в октябре прошлого года было передано в управление культуры Липецкой области. И сейчас мы муниципальное учреждение культуры Липецкой области. Мне приятно видеть наших друзей, мне приятно видеть людей, которые помогали нам сегодня создавать праздник. Для нас сегодняшнее мероприятие «Один день в Варянской усадьбе» — это первое, скажем, крупное мероприятие в новой роли. И после того, как усадьба была передана в ведение областной культуры Липецкой области. Выдающееся наследство, и помимо того, что оживает, по-новому оживает усадьба, наш педагогический университет с разрешения потомков принял на себя высокую миссию быть педагогическим университетом имени Петра Петровича Семенова-Тиншанского. Нам очень хотелось на своей территории, где, как если не здесь, проводить тайну усадьбы, тем более, что тайн в нашей усадьбе очень много. И вот с тех пор, буквально с прошлого года, мы вынашивали эту идею. Но хотелось разнообразить этот праздник и этот день. Это был традиционный праздник, надо сказать, что «Один день в русской усадьбе» — это был еще и фестиваль русского романса, и последние 13 лет он проходил здесь, на территории усадьбы. Мы взяли и его, и получается, сегодня, 17 августа, мы объединили несколько значимых таких событий. Это и фестиваль романса, это и тайные усадьбы от Ярославиных, погружение такое в усадебный быт 19 века. Плюс мы не забываем, 19-й год, у нас год театра, и мы привезли сюда Липецкий драматический театр с постановкой «И жизни, слезы и любовь» по мотивам письма Льва Николаевича Толстого. Глядя в пространство, выставив вперед левую ногу и красиво держа в воздухе Ольге Константиновну руку, стал выжидать так-то. Секретарь пишет, как он был хорош. Что за чудная старость, а 80 лет! Для того, чтобы вся эта история заиграла, для того, чтобы территория парка, у нас очень большая парковая территория, реликтовые растения здесь произрастают, было интересно. Более 10 локаций на территории парка были размещены, в частности, мы возродили традиционную для Семеновых игру в крокет. К сожалению, погодные условия не позволили целый день наслаждаться нам игрой, но, тем не менее, мы были к этому готовы, и мы хотели бы познакомить наших гостей с играми 19 века, с тем бытом, с историей, со своеобразным времяпровождением, как раньше это было, каков был уклад. Потому что мы все, ну, в каждом из нас есть частичка истории, мы продолжаем ее в своем роде. Очень важно знать, кто ты, откуда, для того, чтобы не только идентифицировать себя, но и как-то лучше осознавать здесь и сейчас. Вот, наверное, для этого мы сегодня и создали этот прайс. В организации, это было достаточно сложно организовать, в организации нам помогало несколько учреждений, в частности, Липецкий центр событийного туризма областной. Они помогали нам с информационной поддержкой. Мы работали с чеплыгинскими компаниями и организовали трансферы с Чеплыгина и из Липецка, потому что добраться до усадьбы городским транспортом или там муниципальным постоянным транспортом невозможно, транспортного сообщения нет. То есть мы постарались сделать так, чтобы гостям было удобно сюда приехать, чтобы они имели такую возможность. Сегодня, 17 августа, также в усадебном доме мы открыли выставку. Выставка «Кукла в южно-русском костюме» совместно с Липецким музеем народного и декоративно-прикладного искусства. Ирина Сулина лично приезжала и монтировала эту выставку. Мы не так часто в нашем главном доме открываем выставки, потому что дом не отапливается, зимой вообще это сложно сделать, но тем не менее сейчас лето, и мы можем себе это позволить. Поэтому у нас несколько вот таких совместных проектов и с Липецкими музеями, и с областными учреждениями. Мы все вместе постарались объединить наши усилия для того, чтобы сегодняшний день был ярким, красивым и запоминающимся. Песня «Кукла в южно-русском костюме» Песня «Кукла в южно-русском костюме» Ну, вы знаете, вообще сама по себе усадьба уникальна для Липецкой области, потому что, во-первых, деревянных дворянских усадеб просто по пальцам можно посчитать, их почти не осталось. А тем более это, где жил знаменитый, яркий, очень интересный человек. О нем, конечно же, о самом Петре Петровиче можно рассказывать сколько угодно, потому что, ну, просто там сама жизнь Петра Петровича удивительна, увлекательна, интересна. И она, можно сказать, тянет на приключенческий роман, особенно его путешествие в Теньшань. Это вообще просто отдельный разговор, который можно долго-долго о нем рассказывать. Но если мы говорим о самой усадьбе, то он, я бы, наверное, акцентировал внимание, может быть, даже не на самом здании, а вот там сзади за нами вот такое замечательное дерево, хедросибирский. Ну, во-первых, хедр сибирский здесь, в Центральном Черноземье, да они не растут здесь, и никогда они здесь не культивировались, они растут относительно медленно и, в принципе, достаточно капризные, они привычны для той территории. А вот прижился этот хедр? Прижился. А почему прижился? Любовная история, яркая, интересная. Юный Петр Семенов, он влюбился в соседку, влюбился в соседку, а соседка – беспреданница. И родственники Петра безумно против этого брака. Петр Петрович был человеком настойчивым, очень настойчивым, а тем более в юности, в любви, это, конечно же, безумно яркая любовь. И он потом даже в преклонном возрасте все это описывал очень любопытно. И он ухаживал за Верой Челковой, так звали ее избранницу, но его опекун, дядя Михаил Николаевич, категорически был против. Однажды после ссоры с опекуном он приехал сюда, в усадьбу, и вспоминает, что здесь у него в катке стоит двух клеток кедра, который надо уже высадить в открытый грунт, и он вместе с садовником ищет подходящее место, но все время думает о своей возлюбленности. Петр берет вот этот вот саженец, и с садовником они отправляются искать место, но он все время думает о Вере. Все время вспоминает вот тот самый тяжелый разговор со своим дядей о том, что это свадьбе не бывать. Он думает, нет, я ее люблю, я ее безумно люблю, и, конечно же, все это так и должно быть, как и еще в молодости. И он находит яркую солнечную поляну, высаживает этот кедр, и все время думает о своей возлюбленной. Посадив кедру, он думает о том, что кедр – это вечное дерево, живет очень-очень долго. И он, высаживая это дерево, он поклялся, что он приведет сюда молодую жену и покажет это дерево, которое было посажено в честь их пылкой любви. Петр Петрович, я вам скажу, был человеком очень настойчивым. Не зря он прожил такую огромную бурную жизнь и в истории государства российского внес огромный вклад. Но это юное увлечение, оно переросло в крепкую любовь. И однажды, вопреки всем противодействиям семьи, он привез сюда молодую супругу. Ту самую Веру Александровну Чулкову, уже теперь Веру Семенову, и показал ей вот этот самый кедр, который был посажен в память о их любви. Кедр живет. Любовь – вечное чувство, кедр – вечное дерево. ПЕСНЯ А что касается этого усадьбы, то это чудеса, конечно. То, что сохранилось, она и в относительно первоначальном виде, это, в общем, некрасивым образом чудо, потому что вот в шести километрах отсюда, уже в Рязанской области, усадьба тоже Петра Петровича, ну, музей-усадьба, но не родовая, он купил гримячка. Там не сохранилось ничего именно из усадебного дома. Там сохранился только каменный флигель, в котором теперь, в общем-то, тоже очень симпатичный музей, который уже давно существует. Но это другая область, 6 километров дотуда, можно пешочком пройтись примерно. И именно вот эта вот оригинальная усадьба, потому что она внешне архитектурно повторяет облик того, что было много-много лет тому назад, больше 100 лет тому назад. Петра Петрович родился в 1827 году, а этот дом построен, значит, видимо, в 1830-м. Ну, это уникально, уникально. Не все доживают до такого преклонного возраста дома, тем более он деревянный. Кстати, в гримячке тоже был деревянный усадебный дом, даже едва ли не больше этого, он сгорел в 17-м году. Ну, по понятным причинам. Значит, Россия уже перед Первой мировой войной была очень на подъеме, потом все так, к сожалению, обрушилось. Ну, в какой-то степени дворянство – это один из этапов эволюции нашего общества. Конечно, к 20-му веку это уже потихонечку все таяло, это уже было не так важно. Но традиции, да, сохранялись, и они уже под другими именами, например. Вот, примерно так. Субтитры создавал DimaTorzok